привет друзья ну что ж на один день я задержался по причине проблем неожиданных с программой записывающей то есть вчера вы все видели что трансляция началась с того что у меня не было звука и сегодня те же проблемы вчера тоже те же проблемы были вечером но тем не менее сегодня я прокомментирую первые 8 партий своего матча битвы за теорию матча с игорем немцевым которым мы договорились что контроль будет 3 плюс 0 и первых восьми партиях я буду играть d4 и c4 а игорь евгеньевич и будет разыгрывать дебют ильшата то есть построение связанное с конем надо семьи в дальнейшем черные играют h6 g5 слон же 7 игорь евгеньевич разрешил мне готовиться с компьютером я решил не готовиться совсем но важный момент совсем устраниться подготовки не удалось потому что я вспомнил что где-то год назад летом я видел ролик евгения шувалова посвященный разбору его партии матча с немцевым которых он расставлял фигуры классическим способом то есть ставил коня на f3 слона на е3 слона на едва и уводил коня на d2 дело в том что в стран индийской защите а если черные сейчас сыграют кони в 6 вот такая расстановка слон е3 слон же 7 слон е2 0 0 конь d2 считается идеальной для белых слон е2 и слон е3 атакуют оба фланга то есть слон е2 не пускает коня на g4 и поддерживают игру на ферзевом фланге подробнее об этой расстановке можно узнать на канале ярсаныча то есть канал гроссмейстера ярослава призан то в роликах которых он рассказывает про стран индийскую защиту про вариант про систему петросяна и евгений там расставлялся вот так я где-то перед матчем вспомнил про этот ролик и освежил там минут десять посмотрел первое и даже лайкнул у меня есть понравившимся видео но после 6 слон е3 g5 я не помню играл ли евгений так как сыграл я я пошел аж 4 этот ход самый жесткий и после же аж кони в 3 конь бьет аж 4 конь 8 в четырех линиях у белых оценка по мнению 10 сток фиша 8 с половиной глубина более 20 и это очевидно почему белая захватили центр захватили пространство лошадь ходим расположена на краю доски но при случае стремится на поле f5 самым жестким здесь было пойти g4 ход h4 мне пришел за доской в голову я его не помню чтобы видел в ролике и у белок очень стойкий плюсик очень я думаю стратегически выигранная позиция хотя говорить о выигранной позиции любом начале это конечно очень оптимистично конечно нужно еще хорошо играть для того чтобы реализовать подавляющий перевес я сыграл хуже я пошел f4 тем не менее перевес остался здесь проще было конечно слона на е2 поставить но и так все в порядке да здесь обязательно был такой невзрачный ход а3 стандартный прием по защите пешки запоминайте нельзя бить на b2 потому что кони а4 черные без ферзя после конь g4 мы отойдем и пойдем b4 то есть ход полезный хода опять нету из-за c5 еще один полезный ход ладья h1 входит в игру через h3 прикрывая ослабленное поле g3 и в нужный момент она окажется в центре слон на g1 стоит здорово конь в нужное время вернется оценочка по компу плюс полтора я сыграл похуже ферзь d2 но на конь g4 мне нужно было просто забрать на g4 и сделать рокировку сейчас на слон f6 можно и слон g5 и даже е5 а в ответ на ферзь b4 е5 ведет просто к страшной атаке понятно что нельзя брать на е5 из-за мата ну и после ферзь бьет c4 оценочка плюс 4 в первых четырех линиях черных в лучшем случае для черных минус 4 страшная атака по линии е слон g5 грозит f6 d5 то есть угроз немереное количество но я бы остановился здесь в этой партии продолжим еще последовало конь d7 конь f3 ферзь a5 и я сыграл a3 что дало мне небольшой такой стойкий перевесик но не такой большой как хотелось а вот после четырнадцатого хода был очень сильный ход короткая рокировкой длинная рокировка вот такой зевок теперь висит на h5 черные практически вынуждены играть f6 и выигрывать материал белые могут забрать на g5 потом выиграть на g4 у них подавляющая позиция и в этом случае в районе плюс 3 оценка но после ладья бьет h8 у белых ладья и слон против ферзя борются фигуры черных войти в бой не успели и оценка здесь плюс 5 то есть битва за теорию в первой партии выиграна более чем убедительно больше но с ходом h4 мне стало все понятно ход h4 дает очень приличный перевес где черные могут зацепиться я лично не знаю кстати возможно вместо слон е3 еще сильнее в этой позиции но если знать что черные сыграют именно h6 и g5 возможно еще еще сильнее играть не слон е3 а слон вот на h6 а слон е2 потому что после же 5 h4 ход слон е2 явно полезно то есть и мы реально угрожаем взять на g5 без потери темп то есть так я не играл но мне подход тоже нравится перейдем к следующим партиям то есть я не буду астана разбирать партию всю в ней я подставил ферзя в какой-то момент там в метельшпиле реально запутался то есть метельшпиле человек который много анализировал эти позиции действительно меня переигрывал то есть игорь евгений еще не один час провел за анализом типичных приемов вот и я действительно ошибался нас интересует битва за теорию давайте меня упрекали в том что я играл однообразно пожалуйста вместо h4 сильнейшего хода играю конь f3 вот это идеальная расстановка то есть белая пока что даже коня на d2 я не увожу но после конь d2 ферзь a5 ход не точный и после конь d2 оценочка компьютера плюс 2 целых 15 соток то есть у черных тяжелейшая позиция главный минус у них белые при случае проведут g3 f4 f5 и да еще и на этом фланге ходом c5 с дальнейшим конь c4 захватят поле b6 или поле c5 если конем возьмут и так конь f4 слон f1 последовало f3 я играю очень логично ферзя c5 согнали то есть вот минус хода ферзь a5 очевиден сейчас и подождите вопросительный знак поставлю ферзью на опять делать нечего согнали и прорываемся по центру ну и сейчас самым жестким было c5 с идеей на dc видимо взять слоном угрожая пойти d6 нет хода конь d7 и за слон бьет е7 на король бьет е7 d6 вилка черным плохо просто ладья е1 угрожает то есть какие-либо комментарии тут на мой взгляд ну дополнительные просто излишне позиция говорит сама за себя белая захватили центр по нему прорвались к черному королю черные не успели закончить развитие да и после h4 g4 ход c5 дает плюс 2 с половиной по той же причине только тут еще белые пункты борьбу за пункт f4 выиграли то есть во второй партии случился такой же казус в дебюте у меня совершенно выиграно потом делаю несколько поверхностных ходов один неточный и инициатива переходит к черным в какой-то момент я стоял даже проиграна то есть объективен вы это все в комментариях увидите но тоже для выигрыша от черных требовалась определенная точность и главную идею игоря евгеньевич поднять не удалось двумя лишними ферзями я не успел поставить мат почему не успел спросите ну смешно же звучит гроссмейстер не успел поставить мат за 8 секунд с двумя лишними ферзями в интернете объясняю не было настроен приму не было настроено авто превращение ферзя был настроен ход только двумя щелчками связи с чем тратилось огромное количество времени то есть сейчас я любому любому желающему продемонстрирую за 8 секунд мат двумя слонами если есть желание конечно вас проверять именно в интернете здесь тоже мы видим что черные не вышли из дебюта саму партию с комментариями посмотрите может быть она вас заинтересует мне она немало сказала моих слабых местах именно при недостатке времени 3 партии у нас да я применил ту же расстановку но если перед этим я играл слон е2 ферзь c2 3 0 и коня на d2 уводил в конце то здесь я коня увел сразу то есть меня обвиняли в том что я играю однообразно о чем вы говорите если вы не способны вот критики не способны заметить разницы дебютных ходах у белых ну это ваша проблема не моя я использую испробовал в каждой партии чуточку другие расстановки самую малость но другие показывая что дебют альшада вот именно эта разновидность не жизнеспособна то есть раз за разом получая подавляющую позицию по итогам дебюта то есть вот здесь h4 ход жадный куда проще было перевести коня на g3 взяв под контроль поле h5 и прицеливаясь к полю f5 и наплевать вообще на то что черные захватили поле f4 после ферзь d2 у белых перевес близки к подавляющему то есть хотим при случае пойти f4 чтобы конь мог лезть на f5 если заходят за чернопольным слоном то возникают проблемы со слоном g7 здесь оценочка плюс-минус столбик между единицей и полутора по компьютеру и она справедливо белые тотально доминируют в центре и главный недостаток позиции черных невозможно получить контр игру впрочем и h4 вполне нормальный ход просто здесь вы видите если бы я пошел h4 на шестом ходу то после же а школе g1 немедленно шел на h4 а в данном случае мне приходится бить ладьей на h4 и она попадает под темп конь на f5 если пойдет то это будет связано с затратами времени перевес белых сохраняется просто он не такой большой ну как бы не плюс-минус строчку а плюс-минус столбик именно h5 ну и здесь конечно надо было наплевать на идею конь g4 потому что в данном случае преимущество двух слонов никаких плюсов черным не сулит белые хотят провести где-то c5 привести коня на b6 плюс у них есть идея f4 и f5 плюс есть идея атаки пешки h пушками своими то есть снова дебютная дуэль да и после хода f3 h4 3 0 сильнейший ход черных здесь был конь h5 но даже вот здесь перевес белых опять же очевиден именно за счет тотального господства в центре но разменяя черные одну фигуру легче им от этого не станет у них нет нормальной контр игры коды типа a4 приведут просто к потере пешки причем белые не обязаны сразу брать могут зафиксировать ходом a3 чтоб ладья не активизировалась а взять в нужный момент ну и в парке до парке после a4 я прорвался в центре может быть стоило спокойно пойти a3 оценкой не меняется плюс минус столбик c5 никуда не уйдет да то есть c5 по моему было проще а3 было проще после c5 a3 b4 и здесь тоже bc сохраняет огромный перевес потому что сейчас белые уже на c5 будут бить фигурой и после чего пешки е и f бегут вперед пешка а3 здесь не способна доставить каких-либо головных болей белым но я понимаю что на нервы может действовать я взял dc не точно и в дальнейшем и деревьев уравнял и перед грубым зевком даже стоял прилично лучше хотя партию проиграл итоги дебюта совершенно неутешительны для черных идем дальше четвертая парк снова я играю конь f3 слон е2 до конь d2 вот идеальная расстановка против староиндийской защиты и игорь евгений прямо в староиндийскую защиту переходит ходом е5 причем такую староиндийскую где пешки а6 и g5 расположены неудачно да еще здесь закрытие центра путем c5 после h4 стабильный перевес белых в районе плюс полтора за счет того что белый конь может попасть на f5 я вам скажу что даже при пешках g6 и h7 эти позиции оцениваются более чем в единичку перевеса по сток фишам всякий нет здесь достаточной контр игры а уж с учетом ослабленного поля f5 и физически быть не может ну черным требовалось конечно брать на h4 и играть вот эту неприятнейшую позицию и слабость на f5 слабость поля h5 и полное отсутствие контр игры конечно очень неприятно делать позицию еще а после g4 здесь белая выиграли пешку слону можно было не уходить потому что в случае слону бьет f5 и белая стая от коняна и е4 где он просто доминирует на позиции черных давит на d6 и готов поддержать пешку f но и вот эта позиция оценивается плюс три с половиной дальше вариантов никаких нету белых совершенно выиграна и не в один момент я эту оценку не уронил до просто большой перевес перейдем к следующей парке здесь игорь евгеньевич разнообразил сыграв ферзь a5 и я зачем-то пошел конь f3 препятствую именно идея g7 g5 можно было так же слон е3 пойти можно слон е2 это совершенно не имеет значения ход который делают белые в этой позиции черные нарушают дебютные принципы так играть нельзя слон е3 g5 да слон е2 ферзь на a5 попадает под темпы расположен неудачно ну а пешка g4 белые должны беречь просто как зенит суока из-за пешки g4 черный конь не может напасть на слона е3 то есть белым не нужно ее выигрывать не нужно пока что подрывать стандартная игра на ферзь его фланге белый король уже на c1 идти не обязан двумя пешками h и g заматывать невозможно после конь f8 вот сейчас можно было перейти к решающей атаке на королевском фланге сыграть f4 вскрытие линии f приведет к тому что белый конь отправится на g5 если черные поставят пешку на f6 то через h4 на f5 но черным некуда ходить вообще ну посмотрите все фигуры на 7 8 активных возможностей просто нет позиция совершенно безнадежно ну и конь b3 достаточно вполне для получения большого перевеса играю как и положено в староиндийской на ферзь его фланге c5 взял конем структура получилась более характерной для славянской защиты то есть d4 d5 c4 c6 потом черные взяли dc сдали центр но потом вот на играли вот эту ерунду на королевском фланге кому это выгодно конечно белым ну и здесь еще зевок последовал но плохой позиции как говорил доктор тараш все ходы плохие здесь оценка по компу плюс 2 слон бьет g4 я здесь уже плюс 4 ну дальше снова убедительная реализация у меня нет к себе претензий партию ну вы посмотрите и увидеть след в следующей партии новая расстановка опять же вот упрекают меня скудости игры а я здесь просто не дал пойти же 4 например и снова у черных совершенно безнадежная позиция с дебюта именно потому что расставив вот так фигуры у них фигуры то они как-то расставили но активного плана нет сильнейшим было наверное е6 и конь е7 но это не эльшадовская расстановка то есть дебюте эльшада черные коня на е7 насколько мне известно не ставят вот оценка всего лишь плюс полтора в пользу белых то есть у черных плохо но еще не проиграны еще есть возможность для сопротивления ход опять грубейшая ошибка проще всего было пойти ферзь c2 я пошел а3 является потерей темпа но как мы знаем ход полезный для блица кстати не так плохо сыграно как мы видели единственную проблему я испытывал в этом матче только в партии где пешка черных дошла до а3 то есть не единственную но наиболее серьезную проблему ставил игорь евгеньевич передо мной подкидывал мне задачки вот кони в 6 конь d2 но тоже можно было ферзь c2 пойти ну и здесь грубейшая ошибка слон е6 но и эта позиция тоже у черных крайне тяжелая у них очень сомнительная для староиндийской защиты расстановка белые играют ну просто идеально ферзь c2 сейчас и потом ориентируемся где-то на продвижение в 2 и в 4 с целью вообще не взять на же 5 а пойти f5 потом c5 конь c4 и смять по всей доске грубая ошибка слон е6 позволяла сразу провести классический захват центра причем тотальный захват но и после ферзь c2 черным-то не легче играть f4 белое провели оценочка по компу на глубине примерно 22 23 плюс 3 65 на меньшей глубине она в районе двух с половиной на глубине где-то 15 а потом еще все больше и выше и выше нас на деле я думаю что 3 65 не предел здесь совершенно выигранная позиция то есть черная полностью но тут проще было f5 еще потом е5 c5 впрочем так как я играл в парке тоже все было здорово реализовывал отлично но вот в этой позиции не пошел кольца 8 забыл про коня b6 не поставил мат в четыре хода по мнению компьютера то есть смотрите две ничьи по причине мышки но здесь тоже меня нервировала моя мышь хотя я не понимал почему мы опытный противник не сдается нервировала мыши я в какой-то момент забыл про коня b6 в итоге упал флаг все пешки съесть не успел то есть единственно все два потерянных дебюте лша до очка потеряны исключительно из-за времени из-за неправильных настроек дебют совершенно ни при чем по дебюту между плюс-минус столбик и плюс-минус строчку причем плюс-минус строчку появляется чаще значит снова у нас вот эта расстановочка здесь я привожу почему код h4 обещает белым огромный перевес привожу варианты ну и конь f3 тоже вполне нормально здесь вот проще всего не дергать пешку аж пойти h3 как мне кажется да вот здесь я немножко ошибался в дебюте хотя расстановка которую я избрал вполне нормальная то есть опять же упрекаю упрекающие меня в однообразии игры предыдущей партии где я допустил же 4 h5 я рокировал в короткую сторону и только что вам объяснял что там совершенно выигран я не сомневался что это что и здесь если артирую в короткую сторону оценка позиция будет тоже у белых выиграна но рокировал в длинную то есть разнообразие было а вы ну не видите ваши проблемы то есть вы как-то слепые но и здесь проще всего пойти король b1 вы посмотрите коль уже пошел обратно на d7 о чем это говорит черным просто потихоньку становится некуда ходить король b1 и потом вообще f4 пойти то есть белые захватили центр в какой-то момент c5 можно будет сыграть конь c4 то есть черные не развились сделали кучу ходов пешками получили слабости слева слабости справа центр сдам о чем говорить совершенно безнадежная позиция ну и после c5 перевес белых сомнений не вызывает у черных в обязательном порядке черные должны были сыграть b5 позиция у них проигранная то есть у них безнадежные нет пешки развития нет но здесь от белых еще требуется реализация какая-то аккуратность слон d4 надо пойти может быть конь b6 бьет d7 забрать просто белопольного слона не знаю в общем определенная точность от белых требуется ну оценочка в районе плюс 2 то есть это строчка король b1 было еще сильнее по мнению компьютера но а после dc dc оценка плюс четыре с половиной то есть появилась линия d конь идет на c4 потом пешка f идет вперед в дальнейшем я допускал неточности например вот в этот момент вместо простого ладья g1 с тотальным запотованием вообще некуда ходить ни одна фигура у черных не ходит сыграл слон f4 и черные могли перейти вот в этот эншпиль который безнадежен оценочка минус 2 у черных но это эшпиль то есть здесь мат так быстро не ставится и белым надо привести короля на е3 запустить вперед центральные пешки и нужный момент спорнуться в лагерь противника то есть еще реализовывать и реализовывать но черные этой возможностью не воспользовались и вообще оказались полностью запотованы то есть c5 я поставил знак сомнительного достоинства потому что король b1 намного сильнее но в лучшем случае для черных ведет к тяжелейшему для них эншпиль без пешки где они без пешки и так следующая партия вроде последняя значит тоже по дебюту я опять видоизменил немножко но игорь евгеньевич первым первым то есть вот это у нас встречалась поставил коня на е6 угрожая взять на d4 тут я немножечко не точно сыграл ход h3 конечно же возвращает это в неприятнейшие позиции для черных белое укрепили центр черные фигуры отогнаны ну и потом захватывается центр еще больше то есть пешка f вперед движется и партия достаточно быстро заканчивается длинная рокировка небольшая неточность потому что была возможность у черных сыграть g4 и конем приходится уходить на g1 но и здесь вместо слон бьет g4 на что у черных заготовлено конь бьет d4 белые цепляясь к пешке g4 получают большой перевес то есть глубже я анализировать не стал потому что особого смысла в этом не вижу ну примерно плюс единичка у белых неточный ход ферзь a5 и я уже пешку на h3 поставить не забыл то есть идеальную расстановку белые получили а здесь я поторопился с ходом конь b3 после матча я пересмотрел ролик евгения шувалова он там рекомендует вообще не реагировать на все это заниматься королевским флангом и он прав потому что b4 не угрожает на b4 последует конь b3 ферзь уйдет конь a4 с дальнейшим c5 и конь b6 и пешки а и b заблокированы то есть снова у белых выигран то есть следовало сыграть g3 с подавляющим перевесом то есть вот примерный вариант вам показываю и нельзя бить их ей за е5 с огромным преимуществом дела на ферзи вам флангу ничего не грозит в центре белая сейчас ну проломили сейчас не 5 пограживает то есть не столько на же 5 мы хотим взять сколько проломить противника по центру путем е5 коль б3 ферзь c7 он конь b3 не точность и здесь последовало еще одна не не точность даже грубая ошибка cb я пересматривал комментарии естественно слышать то что говорит дмитрий вадимович кряквин я не мог вы видели наушники были сняты но когда я пересматривал дмитрий вадимович сказал что здесь черным надо бить cb потому что после а.б. конь бьет b5 удар будет доход а.б. было здесь сильнейшим ходом дмитрий вадимович тоже этого не заметил и я заметил поздно то есть конь бьет b5 то бить нельзя потому что ферзь неожиданно защищен конем е6 то я цб это подел именно с целью сыграть конь бьет b5 то есть тут уже стало немножко усталость чувствоваться восьмая партия как-никак ну и после а.б. у черных вполне достойная контр игра по крайней мере ход d5 здесь он после b4 ведет совершенно непонятной позиции хотя хотя вот на мой взгляд контр игра здесь серьезное дело если белый обнаружат удар ферзь бьет c3 по мнению компьютера это примерно плюс 2 то есть позиция белых им оценивается как совершенно выигранно но понятно что от меня требуются точные ходы ход а.б. был сильнейшим после c.b. очень стойкий перевес у белых после слона f3 с угрозой е5 а на слон b7 белый конь отправляется на f5 и в общем то снова недостаток построения вот это ослабление поля f5 бросается в глаза я ход слон f3 не поднял и блефанул сыграв е5 здесь у черных был мощный ну правда перевеса это не выпускает после конь d7 здесь мне требовалось я не знаю нашел бы я или нет за доской мощнейший ход ферзь d2 с идеей после конь вот здесь вот на ферзь d7 поднять еще ход ферзь c2 с угрозой кони в 6 шаг и выигрышей ферзя по мнению компа здесь перевес больше единицы но перевес действительно здесь у белых но черные могут реально пожертвовать ферзя играть черным blitz будет попроще но давайте все-таки вернемся к дебюту по дебюту оценочка плюс 2 это явный перевес у белых то есть и в последней партии в общем то я тоже выиграл дебютную дуэль в дальнейшем игорь евгеньевич мне отдал качество здесь проще было слон c6 его забрать потом слона 7 лишая короля рокировки ну и после коня 5 у белых подавляющая позиция лишние качества и перевес близкий к тому который достаточен для выигрыша то есть несмотря на то что я допускал неточности где действовал не сильнейшим образом во всех восьми партиях во всех восьми партиях белая по дебюту получили перевес либо достаточный для победы либо ну чуть-чуть еще требующий еще немножко усилить свою позицию то есть такой при котором он близкий к решающим близкий к решающему перевес то есть дебютная дуэль выиграна в восьми партиях из восьми сыгранных дебютом эльшада с ходом как и просил мой противник с ходами первый ход d4 второй ход c4 мое мнение дебют эльшада показал именно вот эта трактовка показала свою полную нежизнеспособность может быть игорь евгеньевич придумает я верю придумает как видоизменить ход борьбы против расстановки со слон е3 могут особенно мне конечно хотелось бы узнать как бороться с ходом h4 то есть это я почти каждой партии указал что так играть надо что это вот сильнейшие зацепить сразу пешку g5 чтобы в случае жаж отправиться конем перевес белый большой вердикт именно такой значит по поводу следующего ролика то есть связи с техническими проблемами я слишком поздно выставил этот ролик следующий ролик ожидайте во вторник во вторник у меня не будет трансляции и это позволит мне заняться всерьез теми французскими построениями которые получаются у нас из как получались у нас в матче из каракана то есть я попытаюсь подвергнуть их беспристрастному анализу если где-то я стоял хуже по итогам дебюта я это несомненно признаю и вот именно так и скажу что здесь по дебюту я стоял хуже надо отдать должное вот этот порядок ходов не годится так ну все спасибо за внимание с вами был международный гроссмейстер роман овечкин все партии от начала до конца вы сможете скачать формате cbv из описания подписывайтесь на мой канал ставьте лайки ну и на дизлайки я не обижусь ну и смотрите трансляции до свидания